Всем привет дорогие друзья! Почитал сегодняшнюю новость, в буквальном смысле словил печальку, потому что если вы еще не видели, найдите обязательно в топе Яндекса, эта новость уже присутствует в Совете Федерации. Появилась группа каких-то половых активистов, или простите, правильнее будет сказать, просто каких-то активистов, которые решили наконец узаконить вот это понятие режим самоизоляции, то есть прописать законодательно, что это за зверь, с чем его едят, потому что люди уже прикалываются. Называя его режим ХЗ, все ржут, потому что никто не понимает, что такое самоизоляция, самоизоляция, вот насколько я понимаю, это я сам себя взял и изолировал, потому что вдруг мне подумалось, что это страшно, вот этот птичий грипп, коронавирус, или как он там правильно называется, ящер, в сегодняшних реалиях мне страшно, я никуда не хожу, но это самоизоляция. Я сам себя изолировал, никто меня не заставлял, как это можно сделать, прописать законодательно, но это все равно, что я решил там самосовершенствоваться, например, читать умные книги или в шахматы играть. Каким образом это можно прописать и узаконить? Либо изоляция, либо неизоляция, вот и все, для этого есть четкое определение карантин, но дело даже не в этом. Дело в том, что в этом замечательном режиме мы с вами живем уже больше двух месяцев, на минуточку, больше двух месяцев нас обязали сидеть дома, вроде как в добровольно-принудительном порядке, в конце концов все-таки обязали, вот два месяца мы сидим в этом режиме. Кого-то за нарушение вот этого замечательного режима уже оштрафовали, причем ни разу не два, вот сегодня буквально читал данные, по одной только Москве порядка 60 тысяч штрафов, но выписывали за нарушение вот этого замечательного режима самоизоляции, 60 тысяч штрафов, дорогие мои. С этим что делать? На основании чего людей штрафовали? Что этим людям будут объяснять? Просто так по беспределу с них деньги забрали? За крышу, за что? Как в 90-е годы бандюганы поступали. Дорога ложка к обеду. Сегодня уже речь идет о том, насколько я понимаю, что вообще вот этот режим ХЗ будут снимать, потому что они там на 24 июня нацелились провести парад, не состоявшийся, посвященный 75-летию победы. Но, надеюсь, с салютиками, потому что нам с вами очень салютики нужны. Это самое главное, что нам сегодня нужно. Там же, я так понимаю, что они планируют провести какие-то поправки, ой, голосование по поправкам в Конституцию, поэтому, ну, все идет к тому, что его в конце концов будут снимать. Я думаю, постепенно с июня мы будем выходить, и вот только сейчас решили узаконить. Простите, еще раз повторюсь, а что делать с теми, кого уже оштрафовали, кого уже привлекли к ответственности за нарушение этого режима? Нельзя так, понимаете? Человека наказали, осудили, он имеет судимость, он понес какое-то наказание, там, я уж не знаю, какое. Кто денежное, кто административное, кто-то вообще, может быть, на сутках оказался. Ну, не обязательно там на большом количестве суток, но потерпел какие-то проблемы, испытал на себе. Оказывается, что это были так шутки. Повторюсь, в одной только Москве 60 тысяч человек оштрафовали. Ну, там почти чуть меньше. Если посчитать по всей России, я думаю, там цифры просто какие-то невероятные, нереальные. Мы сами с вами видели огромное количество этих вот жестких задержаний, когда люди, в общем, страдали и чисто физически, там, морально, в том числе. Кто-то испугался, кто-то напугал своего ребенка. И оказывается, это даже законодательно не было нигде закреплено. О чем мы говорим? Наш великий кормчий постоянно нам рассказывает, что мы живем в правовом государстве. Где оно, это правовое государство? Расскажите мне, кто не был. Это дурной сон какой-то. Ну, и коль скоро они об этом заговорили, мне кажется, что те все те люди, которых каким-то образом привлекли к ответственности, наверное, надо собираться обращаться к юристам и идти подавать в суды куда-то еще. Ну, точно не сидеть на попе ровно, потому что это уже беспределом попахивает. И мне, например, это совершенно не нравится. Как-то так увидимся, услышимся очень скоро в субботу. Реальная журналистика, там будем говорить об экономике. Все, пока. Пока, ну.